Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, стартовал второй раунд зимнего аукциона, первая волна, и я больше чем уверен, что большинство ютюберов начнут показывать обзоры на Т-22СР, Объект 260, короче говоря, на те тачки, которые уровнями повыше. Я же решил сделать такой себе краткий быстрый обзор на Хищника. Дело в том, что данную машину выставили на продажу всего лишь за 5000 золота. Почему всего лишь? Потому что в основном его продают за реальные деньги, и за голду его купить очень редко выпадает возможность, но и многие коллекционеры хотели бы себе данную машину приобрести. Что она собой представляет, как она играется, и в целом чего от нее ожидать, сейчас будем обсуждать. Что касается ТТХ по орудию. Здесь барабан на три снаряда, вылетают они через каждые полторы секунды, ну а перезаряжается в целом барабан за 10,5 секунд, что в принципе для седьмого уровня и для неплохо забронированного спереди тяжа вполне себе нормальное приемлемое время по перезарядке. Что касается времени сведения и разброса, это все будем обсуждать в самой катке. Что касается ДПМ, то для барабанного орудия 2400 единиц, по-моему, довольно неплохая цифра. Что касается урона, то 180 за один выстрел, вроде бы и немного, а с другой стороны, когда отбрасываешь три раза по 180, то сопернику становится дико неприятно. Действительный и существенный, я бы сказал, камень преткновения в отношении орудия, это угол склонения орудия вниз в минус 6. Очень, очень мало, особенно с учетом того, что танк, ну прям очень большой по высоте, ну и соответственно, здесь, мне кажется, что орудие должно было бы склоняться чуть бодрее вниз. Но, как есть, так есть. Ну что, друзья, берем машину и поехали тестить, а там уже будем обсуждать. Ну что, друзья, погнали и давайте будем сразу начинать обсуждать, наверное, самого главного. Для кого этот танк? Этот танк исключительно для коллекционеров и для тех ребят, которые любят вафаниться на седьмых левелах. Этот танк не предназначен для того, чтобы на нем держать свою статистику в порядке. Этот танк однозначно не предназначен для того, чтобы на нем можно было делать прям какие-то умопомрачительные результаты по настрелу, хотя в целом он на это способен. Этот танк однозначно не предназначен для того, чтобы на нем зарабатывать серебро. Короче говоря, это исключительно фан и не более того. Поэтому перед тем, как покупать данную машину, даже если цена будет опускаться все ниже и ниже, вам необходимо хорошенько подумать, а точно ли он вам нужен, а пригодится ли, и не будет ли он просто мертвым грузом стоять в вашем ангаре, ну и, соответственно, потом вы пожалеете о том, что не взяли себе какую-нибудь фармящую восьмерку. Но, ребят, если вы все-таки за фан, если вы за то, чтобы играть на чем-то нестандартном, уникальном, на чем-то таком, на чем практически никто не играет, а на нем практически никто, ребят, не играет, потому что за последнее время машину выкатывали из ангара всего лишь 72 человека на весь сервак. А согласитесь, эта цифра не такая уж и большая, потому что многие из тех тачек, которые стоят сейчас на продаже, пользуются действительно у игроков популярностью. Ну и, допустим, некоторые машины имеют по 1200-1400 игроков, которые играли на них за последнее время. Соответственно, ребят, получается так, что эта машина не пользуется особой популярностью. Я бы сказал, даже у тех ребят, которые покупали себе эту тачку ради фана за реальные деньги. Продавали его последний раз за 12 баксов. Ну, в составе набора, но все равно, ребят, согласитесь, 12 долларов – это цена довольно-таки большая за машину седьмого уровня. Как я уже сказал, исключительно предназначенная для того, чтобы на ней просто кататься ради удовлетворения морального, нежели для того, чтобы на ней что-то зарабатывать и получать. Ну, если не говорить о том, что все-таки получать удовольствие – это, наверное, самое главное, что есть в этой игре. Ну и, соответственно, многие игроки, в принципе, понимают, зачем нужна эта машина. И именно ради вот этого удовлетворения и фана покупают себе такие машины. Я, честно говоря, не помню, чтобы данную тачку продавали за голду. Ну, может быть, на каком-то еще аукционе, но не более того. Я не помню, чтобы данная машина выходила на продажу. Ну, вот просто взяли и выложили ее в магазин. Нас тут не кисло зажали. Двое экранированных – это не очень, конечно, приятно. Возьму голдовый снаряд, так, на всякий случай, для того, чтобы шансы свои улучшить. Как вы видите, орудие очень точное, очень приятное и действительно делает больно сопернику, когда ты на него выезжаешь. Ну и что касается времени перезарядки магазина, то тоже все вполне себе бодро. Что касается живучести. Машина очень живучая и, как вы видите, умеет держать удар. Да, безусловно, с кормы прилетает, но, ребят, не без того. Я не знаю ни одного танка, чтобы прям легко и задорно принимал непробитие даже в корму. Что касается угла склонения орудия вниз, то, как вы видели, сейчас СУ-100 в меня уперлось. И я не смог опустить орудие вниз для того, чтобы ее пробить. Хотя она прям вся сияла серым цветом для меня. Но, к сожалению, ничего хорошего с этого не получилось. Танк однозначно не предназначен для клинчей, по крайней мере, против машин, которые ему существенно уступают по высоте. А таких машин очень много. Что касается нашей результативности. 1830 единиц урона. Что касается фарма, это не фармер, ребят. И даже с учетом прем-аккаунта, с учетом того, что я голдовые снаряды использовал, я вышел с чистым заработком в 15800. А без према, скорее всего, там вообще в минус упал. Теперь, что касается того, что мы смогли сделать в этом бою. Но, вы видите, с существенным отрывом занимаем первое место в команде по нанесенному урону. В целом, ребят, машина неплохая, фановая, веселая, задорная и вполне себе результативная для своего седьмого уровня. Но говорить о том, что это прям мастхэв и действительно стоит его покупать. Ну, разве что тем ребятам, которые давно его хотели поставить себе для коллекции в ангар и не более того. Ну и плюс к тому, я думаю, что эту машину стоит купить тем ребятам, которые в свое время обзавелись с какой-нибудь, допустим, рулетки или с другого предложения виндикатором. Тогда у вас будет полный комплект. Так как в нашей игре только две машины из вот этой вот истории находятся на данный момент введенными в игру. Это виндикатор и это сам хищник. Вот такой вот он. Стоит ли покупать его за 5000 или за 4500 или может подождать, пока цена совсем вниз упадет, да не могу. Здесь уже принимайте решение вам. Мое дело показать быстренький тестик на машину, чтобы вы плюс-минус понимали, что вас ожидает, если вы эту машину все-таки себе купите. Я побежал снимать следующее видео. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok